Привет всем! Мы на канале школы вязания нашей пряжи. Мы сегодня продолжаем вязать наш реглан сверху узором сердечки. Итак, в предыдущем видео мы связали вот это все, это была основная наша часть. Мы начали со спинки, вывязали весь росток, добавили петельки рукавов, а также переда. Далее вот это все мы будем вязать по кругу. В этом видео мы начнем узор вязать по кругу и довязываем всю кофточку до конца. Так вот, пока как выглядит наш реглан. Смотрите, вот эти желтые маркеры, это линия реглана. Бирюзовый маркер, это у нас начало кругового ряда, но я заменю его на счетчик рядов. Выполняем первый ряд узора по кругу. Одна изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это раппорт узора. Повторяем, изнаночная, лицевая, изнаночная и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, вяжем все полностью раппорты до конца ряда. Реглан у нас провязывается точно так же. Если хотите, сейчас довяжу до рекламы и покажу вам, что все точно так же. До рекламы здесь еще немножко. изнаночная, лицевая, изнаночная, 5 лицевых. У нас маркер стоит перед линией реглана. изнаночная, переснимаем маркер, лицевая, изнаночная и 5 лицевых. То есть, видите, все как ранее. То есть, реглан у нас полностью совпадает. Итак, мы довязываем до конца. Метя довяжем последний раппорт. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Переснимаем маркер и сразу ставим второй ряд. Второй и все четные ряды вяжутся просто петли по рисунку. А значит, второй у нас провяжется точно так же, как первый. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и затем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, второй ряд точности так же, как первый. Изнаночная, лицевая и изнаночная и 5 лицевых. 3, 4, 5. Дальше показывать не буду, так довязывайте все петельки. Далее у меня третий ряд. Переснимаю я маркер начала кругового ряда. Смотрите, в третьем ряду мы делаем прибавление на всех вот этих четырех регланных линиях. Не забудьте об этом. В третьем и девятом ряду. Итак, вяжу по схеме до реглана. Схема в третьем ряду это 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее 2 вместе лицевой с уклоном влево. Это первую петлю снимаем. Вторую провязываем лицевой, перекидываем снятую на провязанную. Это 2 вместе лицевой с уклоном влево. Далее 1 лицевая и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо провязываю 2 вместе лицевой петлей. Это раппорт узора, то есть раппорте у нас уже не 8, а только 6 петель. Повторяем. Изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Это первую снять, вторую провязать, перекинуть снятую на провязанную. Одна лицевая и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо провязываю 2 вместе лицевой. И так я довязываю до реглана. Переснимаю маркер, а вот это у нас линия реглана. Вот она линейка. То есть вот эта петелька, эта петля реглана, с нее мы вяжем 5 петель. Провязываю ее лицевой, делаю накид, провязываю 2 раз лицевой, 2 раз накид и 3 раз лицевой. Так, считаем 1, 2, 3, 4, 5 петель с 1 и снимаю со спицы. Так, довязываю изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. И далее все то же самое повторяем. Вот мы сделали прибавление в каждой линии реглана. Так, четвертый ряд, это у нас черный ряд. Петли вяжутся по рисунку. Как вязать петли реглана, вот эти новые прибавленные, я сейчас покажу. Итак, переснимаю маркер и здесь сразу ставлю четвертый ряд. Есть. Вяжу по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 лицевые. Это у нас будет раппорт. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 лицевые. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевые. Так мы вяжем до маркера. Так, перед маркером изнаночная. Снимаем маркер. Здесь у нас 5 петелек. 2 провязываем. Это будет лицевая и изнаночная. Ставим маркер. То есть перед центральной петлей, это у нас далее будет продолжение линии реглана. Изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 лицевые. И так довязываем до конца. Выставляем пятый ряд, переснимаем маркер. Так, в пятом ряду мы вот эти одиночные лицевые вяжем 5 и с одной. А вот эти 3 подряд лицевые, двойное убавление. Итак, раппорт схемы выглядит вот так. Одна изнаночная, 5 петель с одной, это лицевая. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая. Получили 5 петель с одной. Далее изнаночная и двойное убавление. Первую петлю снимаем, 2 следующих провязываем вместе лицевой слева направо. И теперь снятую петлю перекидываем через провязанную петлю. Это двойное убавление. Повторяем раппорт. Одна изнаночная, 5 петель с одной, это лицевая, накид, лицевая, получили 5 петель с одной. Одна изнаночная, двойное убавление, снять петлю. Две вместе лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную. Так я довязываю до маркера. Так, смотрите, теперь у нас здесь изнаночная и вот эти прибавленные петли реглана. Это у нас половинка раппорта. То есть мы так и вяжем. Из лицевой мы вяжем 5, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Это по рисунку, это на прибавление. Снять со спицы. Одна изнаночная. Переснимаю маркер. Это линия реглана. Она сейчас просто провязывается лицевой. Затем одна изнаночная. И со следующей снова 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Изнаночная, двойное убавление. Две вместе лицевой, накид, снятую петлю на провязанную. То есть у нас было 3 раза лицевая, изнаночная вот здесь. С первой мы провязали 5 петель изнаночные. Со второй центральная петля линии реглана оставили лицевой. А с третьей мы провязали снова 5 петель. И так мы повторяем для всех линий реглана. Выставляю я шестой ряд. Это четный ряд. Значит все петли просто провязываются по рисунку. Рисунок у нас это одна изнаночная петля. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Затем 1 изнаночная, 1 лицевая. Вот раппорт узора. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Затем изнаночная, переснимаем маркер. Лицевая, изнаночная и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. То есть видите, вы в третьем ряду прибавили справа и слева, получается, по половинке раппорта. Всего это целый раппорт. И вот красиво целый раппорт довязали. То есть весь рисунок далее совпадает. У нас полностью целый раппорт здесь на линии реглана. И так на каждой будет линии реглана. Мы просто довязываем по рисунку шестой ряд до конца. Так, седьмой и восьмой ряды просто вяжется по рисунку все. Это изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная, лицевая. Повторяем. Изнаночная, 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Изнаночная, лицевая. Это седьмой ряд. Так вяжете до конца. Здесь тоже все сополону, как в шестом ряду. Просто до конца все петли. Восьмой ряд вяжется точно так же, как шестой и седьмой. То есть по рисунку. Изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная, лицевая. Повторяем. Изнаночная, 5 лицевых. Изнаночная, лицевая. И так далее. То есть это восьмой ряд вяжется, как седьмой и шестой. Так, далее у нас девятый ряд. И в девятом ряду мы снова делаем прибавление петель реглана. До петель реглана вяжем по схеме. Итак, по схеме у нас 1 изнаночная петля. Далее убавление с уклоном влево. Первую снять. Вторую провязываем лицевой. Накинуть снятую петлю на провязанную. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 1 изнаночная, затем лицевая. Это раппорт узора. Повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 1 изнаночная, 2 лицевая. Итак, я довязываю до петель реглана. И реглан мы с вами вместе прибавим. Так вот, последний раппорт перед регланом. Изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Далее изнаночная, а реглан была лицевая. Теперь маркер переставить на правую спицу. И с петельки реглана делаем 5 петель. Вяжем лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. Далее довязываем изнаночная, убавление с уклоном влево, лицевая. Убавление с уклоном вправо, изнаночная, лицевая. И так далее повторить для всех линий реглан. Выполнила я все 4 прибавления регланных линий. Далее у нас 10 ряд. Так, 10 ряд это отчетный ряд, то есть все петли просто вяжутся по рисунку. Вяжем таким образом. У нас теперь 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая. Повторяем. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая. Я так довязываю до маркера и показываю, что там у нас на регланной линии. Вот у нас симметрия перед регланной линией, так как мы по половинке пробавляли с каждой стороны. Вяжем изнаночные, 3 лицевые петли, изнаночные. Далее снимаем маркер. 2 петли провязываем. Это 5 петель из одной. Из них 2 мы провязываем. Это 1 лицевая, 1 изнаночная. Вернуть обратно маркер. Центральная вот эта петелька, это у нас далее регланная линия лицевая. И изнаночная лицевая. Затем продолжаем. Изнаночные, 3 лицевые, изнаночные, лицевые. И так дальше. То есть, что мы получили? Мы получили снова 3 раза подряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все как в прошлый раз. Довязываем 10 ряд до конца. Так, у нас 11 ряд схемы. И так вяжем 1 изнаночная. Далее 3 петли вместе лицевой. Это будет двойное убавление. Первую петлю снимаем. Следующие 2 вместе лицевой петлей. Накидываем первую на вторую. Это двойное убавление. Так, далее 1 изнаночная. И со следующей лицевой вяжем 5 петель. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Это был раппорт узора. Повторяем. 1 изнаночная. Двойное убавление. Петлю снять. 2 вместе лицевой. Накинуть снятую петлю на провязанную. Затем 1 изнаночная. И со следующей лицевой вяжем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И последний раппорт. Изнаночная. Снять петлю. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Накинуть снятую петлю на провязанную. 1 изнаночная. 5 петель в следующей петле. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Так, все. Полностью все мы добавили. Далее у нас 1 изнаночная, переснять маркер, 1 лицевая, 1 изнаночная и снова со следующей петли вяжем 5 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И далее раппорт изнаночная, двойное убавление, 1 изнаночная и 5 петель с одной лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. То есть вы так довязываете до конца, где петля реглана просто провязалась лицевой петлей. Так, последний у меня 12 ряд. Последний ряд схемы, где просто все петли вяжутся по рисунку и здесь на реглане у нас тоже рисунок должен сойтись. Итак, раппорт 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем, изнаночная, лицевая, изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так я вяжу далее, до конца ряда. Как на реглане я сейчас тоже покажу. Давайте довяжем до реглана. Так, последний раппорт перед регланом. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь реглан изнаночная. Переснимаем маркер. Лицевая, изнаночная, 5 лицевых. То есть реглан уже у нас опять включился в узор. Все как должно быть. Это у нас 12 ряд. Мы так вяжем до конца. И далее вот эти 12 рядов. Повторяем, повторяем, повторяем. До нужной длины. Ох, сколько у нас сидит не хватает. До нужной высоты нашей проймы или длины реглана. Так, связала я, если считать, от наборного края, от спинки, 6 вертикальных раппортов. Растянула кофточку аж на 4 лески. Так, у меня лески короткие. Все. Так, вот. Это изнаночная сторона. Вот один регланчик. Второй регланчик. И я так, чтобы померить. Ширина мне должна быть 46 сантиметров. Тяжело, конечно, мерить, когда петли на спицах. Так, 46,5 даже показывает. Ну, 46 сантиметров полностью хватит. Так, 46 перец, 46 спинка. Плюс, сейчас будем мы закрывать проймочки. И здесь под проймами добавим еще по одному раппорту. Это еще примерно 5 сантиметров добавится. То есть, в итоге у меня окружность должна получиться 97 сантиметров. Если вам нужна окружность меньше, вы здесь по высоте вяжете меньше. То есть, если у меня 6 вертикальных раппортов, вы можете связать 5,5. И у вас все равно узор сойдется. Если вам нужно больше, вы можете вязать 6,5-7 на любой размер. То есть, чем дольше вы вот это все вяжете, тем шире у вас становится спинкой перед. Так, моя высота. Сложно будет мерить высоту по самой высокой точке. Это у меня 24 сантиметра. Если брать по спинке 22 сантиметра. Ну, вообще-то реглан должен вот так где-то измеряться. То есть, это 21-22 сантиметра все равно. Так, линия реглана. Давайте посмотрим на эту линию реглана. Спереди вот она, линия реглана. Так, вот так сердечки расходятся вправо и влево. Не слишком ажурные. То есть, не будет там прямо все просвещаться, но и слегка ажурные. Но очень я довольна этой линией реглана, что у меня все вот так получилось. Так, я остановилась. Я еще не довязала свой последний 12-й ряд 6-го рапорта. Где-то у меня закончилась ниточка вот здесь. Я хочу вам показать, как я меняла нити. Так как, видите, узлы здесь, если делать, будет очень видно и чувствоваться все-таки ажур. Поэтому я не делала узлы, я вот так просто провязывала несколько петелек из двух нитей сразу. А потом вот это буду прятать просто в узор. Так, смену нити я буду выполнять здесь, на вот этих участках, где у нас подряд идет 5 лицевых. То есть, я беру... Ага, первую из 5 лицевых я провязываю еще лицевой. Далее беру вот так ниточку в 2 сложения. То есть, это старая и новая ниточка вместе. Где новый должен торчать немножко хвостик, чтобы потом его легко было спрятать. Вяжу 3 петельки из двух нитей. Вот, раз, два и три. Затем отпускаю старую ниточку и продолжаю вязать новой ниточкой. Это еще одна лицевая. То есть, из 5 центральные 3 у меня провязаны двумя нитишками. С этой стороны у меня торчит 2 конца. Я их потом спрячу в полотно. Так, изнаночная. Что у меня здесь? Лицевая, изнаночная, 5 лицевых. Раз, два, три, четыре и пять. Таким образом я просто перешла на новую ниточку. Стараемся, что эти переходы были на спинке или на рукавах. Но не спереди. По возможности, если такое у вас возможно. Ну что ж, пришло время отложить наши рукавчики. Добрать петельки под мышки. И вязать по кругу уже только спинку и перед. Это у меня снова первый ряд. Седьмого раппорта. Так я выставляю 0,1. Начало кругового ряда, как и было, по центру переда, так и остается у меня. Я вяжу до первого своего маркера. То есть я вяжу половинку вот этого переда. Это у меня первый ряд. То есть фетли провязываются по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная и 5 лицевых. И так я довязываю до маркера. Так, довязываю я до маркера. Первый маркер у меня изнаночная. Так, далее вот лицевая, изнаночная. Это все уже петли рукавчика. Теперь мне в помощь вот такая дополнительная леска. Сразу с другой стороны у меня уже есть фиксатор. И я просто на вот эту дополнительную леску снимаю все петли между маркерами. Петля за петлей. Полностью все петельки. Так, сняла я все до следующего маркера. Так, вот наши петли на дополнительной леске. Между ними, вот здесь будет проймочка у нас. Подмышка. И мы здесь набираем на один рапорт. То есть, один рапорт это у меня 8 петель. Я так и набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. То есть, один рапорт я набрала. И продолжаю вязание. Так, что у меня здесь? 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Снова изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Теперь я буду вязать по рисунку до следующего маркера. То есть, до петель следующего рукава. Теперь вот эти петли между следующими 2 маркерами мы тоже снимем на дополнительную спицу с фиксатором. Так, здесь у меня осталась еще одна петелька. Снимаю маркер. Все петли просто переснимаю. На вот эти дополнительные круговые спицы. А вместо петель рукава я снова набираю дополнительных 8 петель. То есть, еще один рапорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И продолжаю вязать. Получается, до маркера. Это уже вторая половинка переда. Просто по рисунку. У меня здесь лицевая, изнаночная и 5 лицевых. И так я довязываю до маркера. Закончила я первый ряд. Вот получается, мы соединили все в круг. Будем вязать по кругу, только спинку и перед. Девчонки, когда вы отвязали в длину, которую вы хотите, вы начинаете просто вязать резиночкой. Резиночка 1х1 отлично подходит к этому узору. Но перед началом вязания резинки спицы сменим на чуть меньше размер. То есть, у меня был размер 3,25. Я меняю спицы на размер 3 мм. Этот узор очень хорошо переходит на резинку. Первую петлю мы так провязываем изнаночной. Вторая лицевая, лицевой. Третья изнаночная, изнаночной. Далее 5 лицевых мы вяжем как лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть, ряд красиво перешел в резинку. Снова повторяем. Изнаночная, лицевая. Всего резинка 1х1 вяжем около 2,5-3 см. Я провязала 8 рядочков. Так, теперь закрывать петли. В идеале это было закрытие петель иглой, то есть обрезать нить. Но здесь проблема, что нужно 3 окружности закрытого края. Окружность 97 см, слишком длинная ниточка, поэтому я другой способ закрытия петель возьму. Так, смотрите, как закрывать будем. У нас первая изнаночная, вторая лицевая. Мы изнаночную снимаем, лицевую провязываем лицевой, перекидываем снятую на провязанную петлю. Далее петельку возвращаю обратно, но перед этим нить перевожу перед вязанием и возвращаю петельку обратно. Следующая у меня изнаночная петля. И я вот эти 2 петли просто провязываю как 2 вместе изнаночной. Возвращаю нить за вязанием, перевожу петельку обратно на левую спицу и провязываю 2 вместе лицевой. Но вторая должна быть обязательно за переднюю стенку. Вот так. Снова нить перед вязанием верну петельку обратно и провязать как 2 вместе изнаночной. Нить за вязанием возвращаю обратно, провязываю 2 вместе лицевой. Это эластичный закрытый край. Каждый раз мы провязываем по 2 вместе петли. Вот какой закрытый край получается. И так все-все петельки закрыты. Теперь приступаем к рукаву. Для отделки рукава я поднизу, вот здесь на пройме, набрала 12 петель, провязала 4 рядочка полой резинки и закрыла петли иглой. Вот сейчас мы то же самое сделаем с другой стороны. Переходим на спицы. Так вот у меня место проймы. Здесь мы поднимали 8 петель для спинки и переда. Набираем 12 петель, то есть на 4 петли больше. 2 до, 2 с другой стороны. И вот эти 8 петель, что по центру. Так, поехали. 1. 2, 3, 4, получилось 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, и вот здесь делаю 12. То есть 12 петелек набранных. Ставлю маркер. Начинаю вязание по кругу полой резинкой. Первая у меня лицевая, я ее провязываю лицевой петлей. Далее у меня изнаночная нить перед вязанием, я снимаю ее непровязанной. Лицевую провязываю лицевой, изнаночную снимаю с нити перед вязанием. Одна лицевая, одну петлю снимаем, одна лицевая, одну снимаем с нить перед вязанием. И так далее. До конца ряда я провязываю только те петли, что у меня должны быть в полой резинке лицевыми. Все, как бы изнаночные петли, я снимаю с нить перед вязанием. Завязываю лицевая и последнюю снимаю. Переснимаю маркер. Теперь второй ряд. Во втором ряду снимаются лицевые петли. Нить за вязанием, лицевую снимаю, изнаночная провязываю с изнаночной петлей. Нить за вязанием лицевую снять, изнаночную провязать. Лицевую снять, изнаночную провязать. Теперь во втором ряду мы провязываем только изнаночные петли. Все лицевые петли снимаем с нитью за вязанием. и так все петельки до конца заканчиваем второй ряд снимая лицевую петлю изнаночную изнаночной переснимаем маркер теперь 3 4 ряды это повторить 1 2 то есть лицевую мы уже снова провязываем изнаночную снимаем лицевую провязать изнаночную снять и так до конца вяжем третий ряд а четвертом ряду лицевую снимаем с нитью за вязание изнаночной провязываем лицевую снимаем изнаночной провязываем и так далее провязываем только изнаночные петли а все лицевые снимаем с нитью за вязание все четыре ряда провязана теперь чтобы закрыть петли я оставляю примерно 3 окружности шва и петли буду закрывать с помощью иглы ранее уже показывала вот это закрытие петель резинки и так лицевую Мы спереди-назад вводим, снимаем, изнаночную пропускаем, следующая лицевая, сзади-наперед вводим нашу иглу и оставляем, стягиваем. Далее изнаночная первая петля. Ввожу свою иглу сзади-наперед, снимаю со спицы, пропускаем лицевую, вот так за вязанием остается игла, следующая изнаночная, спереди-назад вводится игла и прошиваем вот это все. Получается, первую мы сняли, вторую оставили. Так, снова лицевая, спереди-назад ввожу иглу, снимаю, изнаночную пропускаю, следующая лицевая, сзади-наперед ввожу иглу и оставляю на спице. Изнаночная, сзади-наперед ввела, сняла, лицевую пропускаем, следующая изнаночная, вот так спереди-назад, вот смотрите, ввожу иглу и оставляю, и все стягиваем. Снова лицевая, спереди-назад снять, изнаночную пропустить, лицевая, сзади-наперед ввести, оставить. Изнаночную, сзади-наперед ввести, снять, лицевую пропустить, следующую изнаночную, спереди-назад ввести и оставить. Это легкий принцип, я ранее его уже показывала. И так я до конца закрываю все петельки. Последние две петли осталось, лицевую снимаем, изнаночную пропускаем, ищем вот здесь лицевую петлю, вот она, и продеваем ее как бы с другой стороны. То же самое делаем с изнаночной, продеваем, снимаем, ищем изнаночную первую петлю, продеваем тоже с другой стороны. Вот так. И все стянуть. Теперь в изнаночную сторону просто фиксируем вот эту нашу ниточку. Вот такой обвязанный край получили. И так далее мы приступаем к обвязке горловины. Для обвязки горловины нам нужно будет сразу две пары круговых спиц. Это у меня уже спицы 3,0 мм, то есть на размер меньше, плюс еще меньше, 2,75 мм. Также я беру крючок. Так, обвязку начинаем из линии реглана между рукавом и спинкой. Спицу 3,0 расположить перед вязанием. Возьмем спицу, вот эту, что меньше, у меня 25 мм, завязание. Крючком я буду подбирать петли вдоль полотна примерно на 1 см ниже вот этого верхнего края. Там от половинки до сантиметра, как у вас получается. Так, вот у нас регланная линия, с нее я начинаю. На сантиметр ниже ввожу крючок, поднимаю отсюда петельку. Сразу же нить набрасываю на спицу, которая сзади есть. Далее вхожу в следующую примерно, где у меня будет следующая петелька. Поднимаю петельку так, чтобы не спустить вот эту ниточку. Вот так. Снова нить набрасываю на спицу. Сначала это немножко тяжело, далее все стоит очень легко. Снова на сантиметр вниз, поднимаю петельку, набрасываю на спицу. На сантиметр вниз, поднимаю петельку, набрасываю на спицу. На сантиметр вниз, поднимаю петельку, набрасываю на спицу. Всегда проверяем, чтобы одинаковое количество петель было на крючке и на спице. Затем, когда на крючке уже много петель, мы их просто переснимаем на вот эти спицы 3,0 мм. Вот так. Еще раз. Итак, проверяем. Раз, два, три, четыре, пять на одной спице. Раз, два, три, четыре, вот это будет пятая, на второй спице. Далее уже будет проще. Крючком сразу примерно на сантиметр ниже взяла петельку, сразу же одеваю ее на спицу и оборачиваю вторую спицу. Вывела петлю, одела на спицу. Обернуть следующую спицу. Надела на спицу, обернуть следующую спицу. Вот так мне нужно набирать петли полностью вдоль горловинки вокруг. Когда петли набраны, мы внутренние вот эти спицы откладываем, а вязать будем только на внешних спицах. Итак, мы сначала ряд вяжем изнаночными петлями и затем несколько рядов лицевыми петлями. В начале ряда я поставила уже маркер, нить перед вязанием, начиная с вот этой тугой первой петли, мы все петли провязываем изнаночными. Вот каждую петельку. Есть изнаночные, изнаночные, изнаночные. И так все петли я вяжу просто изнаночными петлями. Этот изнаночных петель сделан нам имитацию как бы такого шва. Далее мы вяжем просто лицевыми петлями. Тоже по кругу. Несколько рядов. Все петли провязываем лицевыми. Лицевыми петлями по кругу я провязала 4 ряда. Это даже чуть-чуть больше, чуть нужно. Вот этот край весь красиво прячется у нас. Теперь мы рабочую нить, не отрезая, переводим сюда, в изнаночную сторону. Просто вот так. И все изделие поворачиваем. Внутренняя часть у нас спицы здесь намного меньше, поэтому я вот эти спицы 3,0 мм отсюда убираю. Здесь ставлю просто фиксаторы. А уже с новой леской со спицами 3,0 мм провязываю вот эти внутренние петли все так же, как мы вязали внешне. Так, поехали. Первый ряд. Начинаем. Раз, два, две изнаночные. Вот все ниточки отправляю сюда. Вот так. Когда мы будем сшивать шов, они просто вот так спрячутся у нас. И все остальные петли я провязываю изнаночными. И так, каждую петельку провязываю изнаночной до конца ряда. Внутренняя часть вяжем тоже ряд изнаночными петлями, затем 4 ряда лицевыми петлями. Получается у меня вот раз, 4 ряда, второй раз, как бы кармашек для вот этого некрасивого края. Вот так. Теперь я закрываю петли с помощью иглы, таким же способом, как и закрывала петлю рукава. Длину нити мы снова оставляем примерно на 3 окружности нашего шва. Так, петли с первой спицы считаются лицевыми, петли со второй спицы считаются изнаночными. Первую петлю первой спицы я продеваю спереди-назад, снимаю. Изнаночную я должна пропустить, она у меня на второй спице. Вторую продеваю сзади-наперед и оставляю на спице. Стягиваю мой очень длинный конец нити. Теперь со второй спицы, первую я продеваю сзади-наперед, снимаю, вторую спереди-назад, оставляю и стягиваю все. Теперь повторяем, первую спереди-назад продели, сняли, вторую сзади-наперед продели, оставили, протянули нить. На второй спице, первую сзади-наперед продели, сняли, вторую спереди-назад продели и оставили. И снова стянули. Вот тот же закрытый край получаем, что и для рукава. С одной стороны стянем и с другой стороны. Стянем. И так мы закрываем полностью все петельки по кругу. Так, и вот результат, как обвязана горловинка. Смотрите, и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны у нас все красиво обвязано. Так, меряем это все на манекен. Так, вот вся кофточка на манекене, насколько она влезает в камеру. То есть, видите, обвязка приняла вот эту нашу капельку горловинки. Смотрим в спинку. Рукавчик. Всем спасибо, кто со мной довязал вот эту кофточку. С вами была Катерина Мушин на канале Школы вязания Наша Пряжа. Субтитры сделал DimaTorzok